всем привет на канале сделайся сам сегодня у нас вот такой телевизор джи висишка товарищ один дал на ремонт жалуется что включается он после включения так сказать сотого на кнопочку питания включим посмотрим так ли это включаем питание так есть свечение зеленого светодиода слышу такой высокочастотный звук блока питания так моргнула статика пошла и запустилась вы представляете это ж надо реально запустилась вот что с ним делать ладно не нужно отчаиваться такое меня бывает я предполагаю это двух возможно моментов первый момент я его взял только что поставил и что-то там сместилась то есть где-то плохой контакт это первый вариант и второй вариант меня здесь мастерской довольно таки жарко где-то 27 28 градусов ну так же как и на улице у нас из-за этого электролитический конденсатор нагрелся и сэр его соответственно уменьшился я же вам рассказывал видео про вот такой вот транзист тестер там я рассказывал про зависимость электролитических конденсаторов что чем выше температура теме шцер у него ниже а чем ниже и сэр тем лучше для электролитического конденсатора тем более он работоспособен значит возможно от нагрева уменьшился эсэр электролитический конденсатор еще немного решил поработать сейчас мы это выясним значит электролитический этот конденсатор где может стоять вот я реально просто включал как бы этот телевизор изначально и действительно он не запускался я слышал и видел что не запускается срочная развертка то есть блок питания не давал скорее всего запуска не хватало в него жизни в общем ищем в области блока питания то ли плохие пайки то ли плохие электролитические конденсаторы плохой конденсатор плохой вы знаете сегодня день чистых телевизоров недаром сегодня троица рубить пилить нельзя а паять конечно же можно и думать значит чистый телевизор абсолютно внутри давайте рассмотрим что где находится предварительно значит сейчас мы внимательно будем осматривать вот эту зону вот у нас микросхема блока питания f66 53 стр вот она стр очка это родненькая видите стр ф66 53 есть у меня такая микросхемка кстати возможно просто окислилась где-то что-то вот нас интересует вот этот конденсаторчик очень это сетевая банка или нет нет не сетевая банка извините это выходной конденсатор по 120 вольтам вот сетевая наша баночка ошибочка получилась вот резистор 33 ома ограничивающий бросок тока во время включения когда конденсатор электролитический вот этот сетевая баночка на 120 микрофарад 400 вольт разряжена и имеет сопротивление близкое нулю вот позистр такой интересный вот дроссель не пускающий помеху от нашего телевизора высокочастотную в сеть вот выпрямительный мостик ну а дальше тюнер это у нас скорее всего он ч усилитель низкой частоты наверное вот это похоже микросхема кадровой развертки это похоже строчный транзистор ну и собственно его величество сам тдкс так ну первое что делается это разряжается сетевой электролит и производится внешний осмотр на предмет плохих паек на предмет горение на предмет спучивания ну а потом соответственно если что-то обнаруживается это устраняется и смотрим на результат если ничего не обнаружили приступаем к нашим идейным поискам я же вам сказал наша идея проверить будет блок питания но сначала обязательно внешний осмотр ну вот я беру фонарик чтобы лучше рассмотреть увеличительность стекло осматриваю паечки что я вам могу сказать паечки отличные кум товарища прекрасно все запаял с паечками в него на 5 с плюсом по 5 байной шкале так что здесь как бы вопросов не возникает а вот я смотрю электролитические конденсаторы вот например этот наш конденсатор да вот он наш конденсатор его никто не додумался выпаять и проверить а это как раз очень подлинки блоки питания конденсатор мало того что из-за него просто может не запускаться блок питания из-за него в обычно 3 транзисторных блоках питания китайских блок питания идет в разнос и не только блок питания а бывает и выходные напряжения все идут полтора два раза завышенный и вся плата идет в разнос поэтому этот конденсатор надо проверять первую очередь это обычно конденсатор подпитки микросхемы уже по обратной связи то есть рекуперационная обмоточка стоит которая через диодик запитывает но сглаживает на этот конденсатор питание которое в свою очередь питает микросхему телевизор gvc который мы ремонтируем модель av 1411e кстати есть один момент с этими gvc-шками у меня уже такое один раз было именно с gvc-шками именно на такой же самой стрки благодаря чему я стал обладателем счастливым штук двух или трех таких строк я думал что проблема в стрки значит проверил я сначала конденсатор в одном из таких же похожих телевизоров только побольше диагональ конденсатор по первичке оказался и этот по питанию подпитки микросхемы и сетевая банка исправны и а неисправным оказался один из конденсаторов по вторичным напряжениям при том что самое интересное помните я вам говорил что правила электролиты которые выше 4 ом с ESR идут мусорное ведро исключение составляют конденсаторы от 1000 микрофарад и выше ESR которых не допускается больше 2 ом так вот как раз в gvc-шки вот с такой микросхемкой по вторичке один из электролитов на 1000 микрофарад если мне не изменяет память где-то имел ESR ровно 2 ома так вот телевизор весь не хотел запускаться в других телевизорах 2 ома это еще как бы пошло но что-то в gvc-шки оно не пошло я взял поставил другой электролит на 1000 микрофарад там показала 001 десятая ома сотая вернее поставил и все запустилось но я как бы сначала не мог понять что 2 ома именно в gvc-шках именно что-то с этой микросхемой не катит ну вот такой случай был так что вот сейчас померяем этот конденсатор на 35 вольт 100 микрофарад если он окажется живой меряем выходные конденсаторы если ESR будет кого-то близкий возле 2 ом ведро и под замену ну вы знаете опыт конечно великая сила недаром я вам про этот рекуперационный конденсатор с рекуперационной обмоточкой рассказывал опыт есть опыт благодаря ему жизнь встает веселее жизнь встает лучше вот я уже подсмотрел сейчас показываю вам разрядил этот конденсатор напоминаю еще раз то микрофарад 35 вольт подсоединяем питание на преобразователь от батареи запускаем наш прибор и он нам говорит следующее 87 микрофарад это еще пол беды но ESR 68 ом этот конденсатор просит выбросьте меня выбросьте немедленно я хочу уже спокойно умереть где-то в земле там сгнить или в огне стрельнуть вы знаете кстати нельзя их в огонь бросать эти электролитические конденсаторы стреляют по хлеще петард страшная вещь и стреляет со страшной силой как пули вот видите даже я погрел его в руке немного и у него емкость даже стала расти но ESR не изменился ладно это сто процентов такая неисправность вот это уже не первом телевизоре я думаю дальше смысла нету все остальное проверять поиск оказался у нас довольно быстрый здесь будет гораздо больше трендежа так сказать нежели действий это такое уже не один раз что телевизор не запускается то есть пытается что-то запуститься светодиод перемаргивает красный зеленый красный зеленый и включение не происходит как только вы привезли мастеру он хлоп и включился или он не включается не включается потом включается очень высока вероятность где-то ну со 100 случаев где-то случаев 60-70 именно в этом конденсаторе обычно этот конденсатор в первичке в цепи первички блока питания стоит и обычно он имеет очень высокий ESR его меняете и проблем нет тут мне часто даже привозили люди говорят вот у меня ну кошмар все уже не идет вот это такие симптомы привезли класс он работает они блин что делать назад выбирать это ж ну кошмар ну соседние деревни там поселка привезли например я говорю не ничего все нормально не расстраивайтесь стопудов найду не переживайте лезу к этому конденсатору и стопроцентное попадание в общем меняю конденсатор 100 микрофарад 35 вольт по напряжению можно даже поставить выше обычно надежность у него как практикой опыт показывает больше будет но и как бы отдаем его клиенту даже без лишних зазрений совести все будет работать сто процентов тем более этот клиент реально товарищ этот по работе он с города за 50 километров привез вот не ко мне в гости приехал так что без проблем меняю и все будет работать вот так вот оп это у меня мусорное ведро как вы видите в основном здесь электролитические конденсаторы ну еще мои там писульки а в основном электролитические конденсаторы это основа всех основ это бич всей техники дело в том что электролит он изнашивается идут химические реакции идут процессы он имеет какую-то наработку часов по истечению который он просто напросто выходит со строя в конденсаторах электролитических и поэтому это такой расходник я его покупаю без зазрения совести на большие суммы и он быстро расходится и все быстро окупается вот он новенький конденсатор 017 у так вот он его значение 100 микрофарад 50 вольт rd это низкоимпедансные на 105 градусов очень качественные конденсаторы самые дешевые не покупайте пожалеете всегда у него вывод плюсовой немного длиннее кусачками подравниваем запаиваем запаиваем прямо его на весу то есть на ножках а зачем на ножках дело в том чтобы его отогнуть я еще еще раз буду сто вам раз напоминать что чем ближе конденсатор обычно электролитический к источнику тепла тем быстрее он выходит со строя электролит быстрее иссякает вот и здесь видите он стоял практически под самым радиатором а радиатор на микросхеме реально грелся и вот он вышел со строя поэтому запаяем вот на ножках отогнем его подальше и он еще прослужит долгую службу запаиваем собираем кучу это все дело и и тестируем а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Все, короче, реально он будет идти Сто пудов Хотя, мне не повезло Когда я включил Вам на демонстрацию Оно вроде бы запустилось сразу Но кондер вы видели Кондер был не паянный Потом я его выпаял Показал вам ESR Рассказал, в чем причина Но я же не думаю, что вы подумаете Что я просто так взял Где-то откопал телевизор И выдумал неисправность Смысл мне У меня он еще и сколько стоит Заниматься мне нечем Ладно Пошутили Да и хватит Ставим его на прогонку Недельку его Повключаем Повыключаем И если все нормально То на следующие выходные Мы его сдадим Всем спасибо за внимание Вот такой вот простой ремонт Учитесь Набирайтесь опыта И все будет очень быстро и ясно Всем спасибо за внимание До новых встреч Пока Ставьте лайк Дизлайк Либо ничего не ставьте Но я вам покажу